Ну что, господа, наверное, нужно сказать, Зеленский красавчик и Путин красавчик. Путин красавчик, потому что выбрал правильно Зеленского, сделал точную ставку. Его внедрение с Зеленского в качестве президента, ну просто не докопаешься. А Зеленский, конечно, красавчик, потому что красиво играет роль президента, обещания свои выполняет и потихоньку, шаг за шагом, так сказать, стараясь сделать это незаметно для населения, сдает Украину России. Итак, наверное, вы все уже слышали просто потрясающую новость о том, что Украина собралась поставлять воду в Крым. Вот мне хотелось бы знать, как сейчас себя ощущают эти 73% активно голосовавших за Зеленского. Они одобряют то, что сейчас происходит в Украине, или все-таки считают, что это была большая ошибка. Украина собралась поставлять воду оккупантам. То есть Украина решила снова подавать воду в Крым. Ибо сейчас выяснилось через 5 лет, что там, оказывается, тоже живут украинцы. Вот представьте, как бессовестно манипулируют они на чувствах людей. Ну ведь украинцы там, впить им нечего. Давайте возобновим подачу воды. Никак иначе, как попытку полной капитуляции, это назвать нельзя. Ну давайте посмотрим, как они потихоньку забрасывали один пробный шар за другим и смотрели на реакцию населения. Но в начале февраля, буквально за месяц, депутат Украины от, конечно же, «Слуги народа», глава президентской фракции Давид Арахамия, заявил, что необходимо вернуть воду на полуостров. Он сказал, что если Путин пообещает отвезти свои вооруженные формирования в Ростов и цена этому вода в Крым, то я бы на это пошел. Заявление это Арахамия сделал в день назначения Ермака. Андрея Ермака подозревают в близких связях с российской бизнес-элитой. Кроме того, он отвечает за коммуникацию с господином Козаком, но это тем самым, который сейчас полностью отвечает за украинское направление. И в частности, за ситуацию на Донбассе. Назначение Ермака было воспринято как прямое продолжение курса налаживания отношений с Россией. Владимир Зеленский, распустив правительство, на место премьера ставит никому неизвестного бизнесмена Дениса Шмыгаля. Или Шмыгаля, я не знаю точно. И после назначения этой интересной персоны выяснилось, что продвигал его непосредственно офис президента. То есть, это личный мальчик Зеленского. То, что он озвучивает, думает сам президент. И на следующий же день Шмыгаль заявляет. Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом. Это не вопрос какого-то бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые примут ее в Крыму. Не подача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Вот смотрите, как замечательно. Премьер Украины переживает, как там оккупанты в Крыму. Как они бедные и без воды. Это же катастрофа. Нет бы радоваться тому, что у них есть хоть какой-то механизм. Нет. Они все это прикрывают якобы заботой об украинцах. Ибо в конце он добавляет. Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Правда, вот эти ребята, они немножко недооценивают украинцев. Так вот, как только он выложил этот пост, тут же посыпались проклятия на все их головы. И через полтора часа Шмыгаль изменил свою точку зрения. И стало понятно, что это очередной пробный шар. Он написал на своей странице в фейсбук, что его не так поняли. Воду в Крым. Подадут только после деоккупации. Не переживайте. Спрашивается, зачем было об этом сейчас писать. Но умные-то люди понимают, что уже с февраля они пытаются прощупать почву. Как же общество отреагирует на это? И что самое главное, о чем говорят инсайдеры, что вопрос этот решен. И что возобновление подачи воды в Крым все-таки произойдет. И вот честный журналист Юрий Бутусов сообщает, что по поручению Шмыгаля, который был вице-премьером, уже давно велись переговоры с крупными украинскими проектными организациями, которые связаны с инженерингом в сфере водных биоресурсов, обсуждали вопрос возобновления водоснабжения Крыма. То есть процесс уже давно идет, но сейчас пришло время информировать население. Вот что написал Юрий Бутусов в Фейсбуке. Слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подать воду в Крым – это, как понятно из программы, отнюдь не было оговоркой. Извинился премьер потом, после того, как прочитал комментарии в Фейсбуке. Я знаю, что представители властей обращались в ряд украинских инженеринговых компаний, изучая возможность по возобновлению водоснабжения Крыма. Были даны реальные конкретные запросы на проектирование. И я знаю людей, которые отказались этот заказ исполнять. Так что слова Шмыгаля – это не случайность, это зондирование общественного мнения. Когда 12 февраля последовало заявление о подаче воды в Крым от Давида Арахамия и была получена гневная реакция общественного мнения, это, как видно, ничему не научило кабинет министров. Интересно, будут ли сделаны выводы сейчас? Потому что если Шмыгаль продолжит реализовывать этот проект с водой для оккупированной территории, то он имеет все шансы побить рекорд своего предшественника по скорости утраты должности. Это, конечно, не единственный предатель в команде «Слуги народа» Владимира Зеленского. Следующая комичная фигура, как вы, наверное, помните, он сейчас сильно исхудал, но многим он известен по тому же КВН. Вот эти клоуны потом скажут, наверное, что они до конца не понимали, что делают. Так вот, этот клоун Сергей Сивоха давно продвигает идею о возобновлении выплат пенсий жителям временно оккупированных территорий. То есть готов на себя, на государство Украины взять материальную ответственность, чтобы России несколько легче было обеспечивать этих людей деньгами. А теперь давайте подумаем, для кого эта вода в Крыму? Для украинцев в большей степени, которых там фактически не осталось, то или напрямую только в интересах оккупантов и оккупационной армии, самое главное, численность которой увеличилась на полуострове за последние годы в 2,5 раза. Нужно сказать тем, кто очень сильно переживает заживущих там украинцев, питьевой воды для населения вполне достаточно. Воды не хватает для промышленности и сельского хозяйства. После прекращения поставок воды в Крыму сократились объемы выращивания. Гороха, риса, кукурузы. Сельское хозяйство просто отмирает. Ну, это понятно. Окупанты пытались решить проблему с бурением скважин. То есть для них вода крайне нужна. Они попали в настоящие тиски. И Украине нет бы давить дальше. Но они пошли на попятную. Со своим безумным бурением скважин русские еще больше осложнили ситуацию. Потому что это бурение привело к засолению почвы. По заявлению оккупационных российских властей, потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды превышают 14 миллиардов рублей в год. Нет бы радоваться этому. Потому что раскошеливается Россия. Они отхватили этот кусок. Пусть теперь кушают с маслом. У них появился еще один дотационный регион. Они же хотят создать там рай. Показать, что у них все получилось. А нет. Сама природа показывает, что не в те руки попала эта земля. Даже международное законодательство возлагает обязанность обеспечивания оккупированной территории на тех, кто эту территорию контролирует. То есть на Россию. Украина ничего России в этом смысле не должна. Россия забрала эту территорию. Пусть теперь делают, что хотят. Несут убытки, но и замечательно. Например, на заводе Крымский Титан в 2018 году из-за недостатка воды произошел огромный выброс серной кислоты. В городе даже производилась эвакуация. Представьте себе, что даже такими методами можно наносить ущерб противнику. Такого рода ЧП, случающимися из-за нехватки воды. Но самое главное, господа, что там расположено теперь ядерное оружие. Что количество военных на полуострове увеличилось. И им, естественно, нужен больший объем воды. И они нагнали туда военных. На Крымском полуострове находится и бедствует 34 тысячи русских военных. Теперь возникает вопрос. Господа украинцы, вы на самом деле хотите поить тех, кто готов вас убивать? Вода, недостаток воды, можно сказать, был единственным действенным оружием против оккупантов в этом месте. И это происходит сейчас под носом украинцев. Они пытаются это сделать. И раз они это уже трижды озвучили, они это сделают. Так или иначе. Украинские военные сообщают, что на сегодняшний день РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в Черноморском регионе, но и на всю основную базу для применения войск России в Сирии. Боевые самолеты, вертолеты, которые дислоцированы на севере острова, кроме того, могут в любой момент выполнять штурмовые операции, конечно же, на территории материковой Украины. Бесспорно одно. Возобновление подачи воды на оккупированную территорию Крыма будет обозначать сдачу национальных интересов Украины, финансирование прямым или косвенным образом армии страны-агрессора и фактором деморализации украинских военных. Господа украинцы, подумайте об этом. Вернее, думать нужно было, конечно, раньше. Нельзя было допускать марионетку Кремля на главный пост в Украине. Он подмял под себя раду, он расставляет своих людей. Эти люди имеют связи с российской элитой. Сдача Украины продолжается. Продолжение следует...